Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас я снимаю ваш второй прогноз на неделю в период с 5 по 11 сентября 2022 года. Напоминаю вам, что те, кто не успел просмотреть или пропустил по каким-то причинам прогнозы на сентябрь, ссылочка на все расклады у вас в комментариях. Первый мой закрепленный комментарий, где вы можете увидеть и годовой расклад, и помесячные расклады, и недельные расклады. То есть найти для себя ту информацию, которая вам необходима, посмотреть, проверить, сопоставить, ну, скажем так, посмотреть, как это отыгрывается у вас в жизни. Ну, а мы с вами приступаем к недельному раскладу. И начнем. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что же у вас здесь? Итак, рыцарь мечей, восьмерка мечей и колесница. Ограничения, которые вы будете пытаться активно преодолеть. Для кого-то это будет связано с получением посылки, какой-либо информации, там, из-за рубежа, из другого региона или города. Для кого-то это сложности, которые будете преодолевать, ну, то, что-то длительно пребывать, где-то ожидать выезда на таможне. То есть поездки, переезда, смены места жительства. Для кого-то ограничения в плане... Это штрафные санкции, но это, знаете, как малой кровью, потому что могли бы забрать права за нарушение правил дорожного движения. Еще по этим арканам это, в принципе, ограничение движения по ряду причин. Ну, с чем это может быть обусловлено? Какой-то социальными задачами, политическими нюансами. То есть, это, знаете, период, который нужно выждать. Еще по этим арканам. Если вы ожидали автомобиль, то действительно может он задержаться, приехать позже запланированного вами срока, ну, как получение вашего транспортного средства. Вы скажете, какой же здесь позитив? Ну, это уже трактуется все ситуацией. У нас уже потихоньку в силу будет вступать ретро-меркурий, поэтому вот эти ограничения, вот эти замедленные действия вы уже сможете их, так сказать, прощупать и увидеть воочию. Если же карты мы с вами будем смотреть с точки зрения личной жизни, и вы, например, на данном этапе у нас свободны. Здесь по аркану смерть, как вы видите, карты вам не сулят каких-то знаковых знакомств, важных знакомств, поэтому обеспокоенные, озадаченные совершенно другими вещами и новых знакомств и отношений здесь не предвидится. Если вы в любовных треугольниках, то отношения, которые для вас являются тягостными. Здесь уже больше конфликтов, нежели положительных эмоций, здесь больше выяснений взаимоотношений, и вы понимаете, что это рутина и отношения, которые тянут вас на дно, поэтому нужно из этого выбираться. Может для вас будет верным решением выйти из данного союза. Если же вы в стабильных связях, то по аркану жрица. Это конфликтные ситуации у кого-то из-за тещи или свекрови. Ну а в целом здесь поднять вопрос той ситуации, которую человек от вас скрывал, потому что рыцарь мечей это конфликт, восьмерка мечей и колесница, то в чем вы не были осведомлены. Опять же, встречный от вас вопрос, в чем же здесь позитив? Позитив в том, что вы узнаете эту информацию, сможете взять какие-то важные для вас выводы, и этот вопрос будет закрыт раз и навсегда. То есть избавиться от какого-то ощущения недосказанности, от каких-то проблем, которые бы в ваших отношениях впоследствии привели бы к более глобальным проблематичным ситуациям. И если мы будем эти арканы смотреть с точки зрения работы и заработка, и вы, например, на текущем этапе у нас не работаете, работать не можете, то здесь, как мы видим по тройке чаш, ограничения в плане праздного ведения образа жизни, потому что здесь вопрос о экономии, отказаться от расточительства, и более того, здесь могут быть конфликтные ситуации по поводу распределения семейных средств, по поводу бюджета. Да, может, вам хотелось бы себя чем-то порадовать, но, увы, не удастся. Так, если вы у нас ищете работу, то по семерке мечей будьте бдительны. Здесь обещают одно, по факту другое. Знаете, как вопросы мошенничества, я не могу назвать это предательством, это попытки использовать вас в своих целях. Поэтому рыцарь мечей, восьмерка мечей, колесница, смотрите, не вступайте ни в какие для вас организации, иначе у вас могут быть проблемы с законом. И, как следствие, можете пройти по делу уголовному, потому что восьмерка мечей и колесница – это ограничение передвижения, ограничение свободы. Если же вы у нас наемный сотрудник, то здесь ложатся двойка пентаклей. Это успеть все сразу, но здесь конфликтные ситуации, потому что, допустим, вас поставили делать один проект, потом что-то поменяли, кидают на другой проект, а потом будут спрашивать за оба проекта. Так вот, здесь грамотно себя в чем-то подстраховать, обезопасить в плане каких-то бумаг, поручений, соглашений, чтобы в случае каких-то претензий к вам вы могли обоснованно показать вашему руководителю, что вот из серии «Опись, протокол» дали задание, сделано то, вот такой-то результат. Как следствие, с вас взятки гладкие. Если же у вас свой собственный бизнес, то по тройке жезлов – это решать вопросы с логистикой, с перемещениями, с поставщиками, взаимодействия с партнерами, потому что, действительно, здесь в этом плане как сложная неделя. Если же мы будем смотреть вопросы здоровья, то по этим арканам обратите внимание на глаза. У кого-то, к сожалению, может резко подоцерение, и в большинстве своем это от перегрузок. Перегрузок сидения за компьютером, либо физической нагрузки, либо какой-то вашей активности. Что у нас здесь в негативе? Так, «Паш Жезлов», «Пятерка мечей», «Сила». Так, «В негативе». Это узнать какую-то информацию, сплетни, злословие у вас за вашей спиной, решать этот конфликт на кого-то старостей. Далее, здесь это военные действия, которые в чем-то вас могут ограничить, и как следствие «Паш Жезлов» — это владея информацией, избежая для себя каких-то пагубных последствий. Почему негатив? Потому что боевые действия, военные действия никогда нельзя назвать положительным развитием событий. Дальше. Вот то, о чем я вам говорила. Если вы ищете работу, очень внимательно, потому что «Паш Жезлов», «Пятерка мечей», «Сила» — это вас подставить. То есть, знаете, как подставное лицо, на котором, не знаю, там открывается фирма, либо берутся ваши документы, либо вы где-то проходите участником по какому-то делу, потому что это вопросы криминала. И здесь нужно быть очень-очень-очень осторожными. И совет. Ну, по дуракам. Не будьте дураком, не позволяйте иным оставить себя в дураках. Это раз. Во-вторых, это все-таки, знаете как, не то что с инфантильностью, с легкостью, но все-таки легче смотреть на жизнь, будьте как ребенок, позволяйте себе отдохнуть, расслабиться. Не бойтесь начинать новые проекты, несмотря на какие-то предостережения. Но лучше это все-таки делать до 7 сентября включительно, потому что там у нас уже вступает потихонечку в силу ретро-меркурий. То, что ограничивает какие-то ваши начинания, тормозит развитие ваших дел. Ну, еще у вас здесь в плане совета, акценты, рекомендации, акцент на детях, на внуках, если таковые у вас есть. Если же здесь и речит о вас, то это вопросы обновления. Причем обновления здесь могут быть любого плана. Начиная от вопросов гардероба, новых знаний, или новое хобби, которое вы для себя пытаетесь применить, адаптировать. То есть, знаете, как новое начало, новые перспективы. Что у вас здесь по поводу неожиданности периода? Женщина, ребенок, дом. И здесь у нас снова карта женщины. Только здесь это больше как представители каких-то, ну, госслужб. А здесь карта женщины, как можете быть вы, или как ваша знакомая, или подруга. Итак, во-первых, здесь может идти появление нового человека в доме, начиная у кого-то от появления ребенка. До приезда родственницы, которая у вас может погостить. Опять же, с чьей-то подачи переехать в новый дом, на новое место жительства. И новое начало, новое дело на дому. Вот о чем здесь говорят карты. В данном случае, это аркан указывает на работников социальных служб, госслужб, административных служб, и ваше взаимодействие с ними. Проблемные моменты только вот эти, которые я вам указала, описала, но сейчас я хочу негатив перекрыть позитивом. Поэтому, вам легкости, вам, как говорится, продуктивной недели, сил, поддержки, протекции, и движения вперед. Пусть неделя для вас звучит только положительными, и яркими красками. Пусть она для вас будет продуктивной, и перспективной. Я же вас искренне благодарю за внимание. С вами не прощаюсь, и до новых встреч.